Я не поняла, слово экземпляра это что-то обидное, или это оскорбление, или это матюк какой-то. Но она из меня сделала какую-то гадину, понимаете? Экземпляры ее задела. Блядь, будет она мне выписывать, вы тоже постареете, да я уже седая. Надо лечиться. Пойду полечуся, пойду полечуся. Сейчас сожру на нервной почве огромный. Лаваш. Чертешу. О чем это говорит? На улице голодно, холодно, ветер, дождь по окнам хлещет, ну почти хлещет. Свет вырубили надолго. Они, наверное, меня заметили. Погода нелетная. Свет, когда дадут, неизвестно. Мы снова установили солнечную батарею на подоконник. Заряжаем пауэрбанк. Потому что неизвестно, насколько тут свет вырубили. Так что пока дневной свет есть. Надо заряжать. Зарядилась процентом на пять. А синицы разлетелись. Кто куда? Видимо, наелись и разлетелись. Может, их то сало пугает, которое телепается. Я его все собираюсь к трубе привязать и никак не привяжу. То мне холодно, то забыла, то передумала. Ой, холодно. Блин, у меня от холода голос дрожит. И руки трясутся. Капец. Ой, надо одеваться потеплее. Так, где синицы? Синицы, вы где? Ох, и погодка ж. Ну что, некому нас развлекать? Выключаюсь. Ой, холодно. Эдик по воду собрался. Холодно ему. Холодно. Температура вот такая. Еще жить можно. 16-17 градусов. Прилетела. Это мой успокоитель. Это мой успокоитель. Я вот на нее сейчас посмотрю и успокоюсь. Меня только что так трухануло. Зашла я на канал к Жанне Ижвертини. Она там рассказывает, что в Литве собираются повышать пенсионный возраст до 72. Ну, конечно, эта тема насущная. Людей будоражит. И люди начали там высказывать свои мнения, примеры из жизни. Что в таком возрасте уже мозг не варит и так далее и тому подобное. И что не каждая профессия позволит работать в ней до 72 лет. И я вставила свои 5 копеек в одной из веток. Ну, чтобы добавить комментарии в Жанне. Всем известно, что лишние комментарии, они помогают продвижению видео. Так что, если что, напишите хоть привет для меня. Кроме разочарованных. У меня есть пара таких разочарованных, которые писали-писали, а потом перестали. Ой, я такая злая сейчас. Я могу сейчас... Ну, так вот, я написала, да, мы тоже работаем посменно. И это чревато разными последствиями. И ошибки люди делают ночью. А в таком возрасте и подавно. Ну, и добавила, что есть такие экземпляры, которые работают и до 75. И на таких смотрят и думают, что все на это способны. И тут эта дамочка пишет мне, это не экземпляры, это люди. А те, кто их так называет, вы тоже постареете. Я охренела просто. Я просто охренела. Я не поняла, слово экземпляры это что-то обидное, или это оскорбление, или это матюк какой-то. Ну, короче, я ее послала куда подальше. Потому что я, женщина, сегодня нервная. Я сейчас переживаю не лучшее время в своей жизни. И меня трогать сейчас вообще противопоказано. Вообще противопоказано. Так что я, наверное... Меня аж типает, вы знаете. Я как прочитала это, там вроде бы ничего такого. Но она из меня сделала какую-то гадину, понимаете. А я-то себя гадиной не чувствую. Я просто написала, что из-за таких экземпляров, да, в контексте, что да, они могут, но из-за них как бы и остальные страдают. Что не стоит до таких пор ходить на работу, чтобы незаметно это было. Ну, получаете же вы уже пенсию в таком возрасте. Ну, все, отдыхайте. Зачем ходить на работу? И вот этим показывать, что человек может работать до 75. Это могут только экземпляры, только единицы. Так вот, если кому-то кажется слово экземпляры обидным, вы почитайте, что означает слово экземпляры. Насколько я понимаю, это единица, кто-то один, что-то, кто-то единственный из множества. Это предмет или особь, но единственный из множества. И это неприменимо к общей массе. Экземпляры ее задело. Блядь! Будет она мне выписывать. Вы тоже постареете. Да я уже седая. Ну, вот скажите, такая мелочь. А у меня трясутся руки. Наверное, все-таки... Наверное, все-таки нервы не в порядке. Не в порядке. Надо лечиться. Пойду полечуся. Пойду полечуся. Гадину она из меня будет делать. Я терпеть не могу, когда из меня делают гадину. Незаслуженно. Свет нам так и не включили. Сейчас сожру на нервной почве огромный лаваш. И буду счастлива. Не дымит что-то, пока тебя не добьет. А что-то дымит. Не дымит. Я надеюсь, свет включат. И ко мне вернется мое хорошее настроение. Потому что, когда включат свет, можно будет пойти сесть и повысыпать. Ну вот. Не успела я доесть лаваш. Дали свет. Жизнь налаживается. Наверное. Кое-где. А сколько света не было? А сколько его выключили? В 11? Максим четко зафиксировал. Я не знаю. Не помню. Не было еще 12. 12. Наверное, в 11. Может, начало 12. Четыре часа в общем не было света. Вроде пять. Четыре. Часом больше, часом меньше. Какая разница? Добрый вечер. Пол седьмого. Свет опять вырубили. Три часа побыл свет. И хватит. Все. Я утеплилась. Сейчас залезу под одеяло. И буду монтировать видосик. Который YouTube никому не показывает. Вот. Все, Наташа. Под одеяло. А то сейчас ноги застынут. Потом ничем не нагрею. Нет. Ну, можно, конечно, нагреть. Горячие воды нагреть на газу. Запихнуть туда лапы. И согреться можно. Вру. Вру. У нас тут еще. У нас тут еще благо. А вот у кого их вообще нету. Кто на электричестве живет. Тому, конечно, очки упали. Где же их там искать, а? Где их... Аааа. Боже. Ой! Еще и ценные. Ценные очки. Бесценные. Так. Ну все. Поехали. Монтировать видосики. Которые Ютуб никому не показывает. Ты, Ютуб, думай, что делаешь. Ой. Плохой сегодня день. Мне не понравился. Чертешу. Подпишитесь на канал и поставьте лайки. 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 Лайки.